Глава 15. Вы знаете, я хочу сказать, что некоторые вещи мы не обсудили, и вот то, что мы не обсудили, это не является главным, чего мы стремимся достигнуть. Но, вы знаете, в Торе есть масса очень интересных вещей. Это не просто курс исследования книг Торы. Курс у нас другой. Да, и есть некоторые перекрытия. Но цель нашего курса — дать вам ключ к тому, как применять закон в Новом Завете. Это так связано с гражданским законом. А нечто связано в Торе, можно его применить в церковной дисциплине. Не правда ли? Но есть множество интересных вещей. Например, если кто-то кого-то случайно убил, чтобы предупредить мстителя, человек должен был убежать в город, где прятались случайные убийцы. И если даже было известно, что человек не намеревался убить, но он послужил инструментом смерти, и человек должен был в городе-убежище находиться до смерти первосвященника. И смерть первосвященника являлась искуплением. Вы знаете, столько интересных вещей там имеется. И вот заповедь. Третий стих. Это то, что мы буквально должны сегодня делать. Мы должны буквально делать то, что здесь написано, или применять как принцип. Вот есть принцип. 37 стих, 15 главы чисел. Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, вроды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. И не ходили... И не ходили вслед сердца вашего, и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Это заповедь о цицит. Сайрис Гордон. Еврейский ученый в знаменитом еврейском университете в Америке. Брэнд-Айс. 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 Кто из вас о Брэнд-Айс-Ком университете слышал? Еврейская школа в штате Массачусетс. Не слышали? Брэнд-Айс. 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 То есть это известная в еврейском мире школа. И Сайрис Гордон писал, что народы вокруг Израиля Ношение кисточек на краях одежды было признаком царственности у окружающих народов. Только человек царской крови мог носить кисти на одежде. И Гордон таким образом что Бог дал этот символ всем израильтянам. Он им говорил, что они все царственное священство. Чтобы они жили таким образом достойным священства. Царей, извините, пожалуйста, царей. Чтобы у них было самоуважение. И чтобы они жили в соответствии с заповедями Бога. Чтобы они уважали сами себя. Чтобы это показывало им, что они имеют царственный род. это связано с учением Петра, где он говорит, что вы царственное священство, святой народ. Когда вы смотрите на кисть на конце одежды, и вы помните, кто вы, и вы помните Божьи заповеди. А, Иешуа носил цицит. И женщина, она прикоснулась к краю его одежды. И вопрос такой. Написано, носи на углах твоей одежды. В те времена люди носили простую одежду. а просто как простыню. В середине вырезали дырку, одевали на голову. Было четыре угла. И на углах привязывали эти кисти. Вопрос такой. Как мы можем послушаться этому сегодня? Что нам нужно делать? И что делают ортодоксальные евреи? Что же делают ортодоксы? Что они делают? Вот Данил знает. Кто знает, что делают ортодоксальные евреи? Поднимите руки. Поднимите руки. Руки поднимите. Что делают ортодоксальные евреи? А Данил, что они делают? Пожалуйста, встань и всем скажи. То есть, одевается такая одежда, она в виде майки с дыркой посредине, и с четырех сторон свисает цицит. Сколько людей здесь? Кто-нибудь носит эти цицит? Вы знаете, мессианских евреев, которые носят? Да. Джитомир. В Израиле и в Нью-Йорке мессианские евреи носят. Ну, немногие. А, некоторые мессианские евреи носят у себя на поясе цицит. Кто это видел? В Житомире. Короче, Джон Фишер в МГБИ учил этому. Носил. Реформированные, реконструированные и еще какие-то там иудаисты носят это. Кто знает? Кто знает это? Носят ли они? Ты знаешь? А, они одевают во время молитвенного служения. Одевая, одевая это на талит, чтобы исполнить эту заповедь. Но не носят это все время. Давайте подумаем, делаем маленькое галахистическое исследование. Что мы должны делать? Должны ли мы исполнять эту заповедь? Требуется ли это от мессианских евреев сегодня? В Новом Завете. Кто говорит нет? Кто говорит да, мы должны это делать сегодня? Ай-яй-яй! There is the third group of people it called Как воздержаться? So people who are not sure, they do not vote. Кто не уверен? Ну, это уже лучше. Итак, принцип, который здесь указан. Здесь есть принцип. Вы хотите сказать, какой принцип здесь есть? Помнить заповеди. Помнить заповеди принцип. Но принцип не только помнить заповеди. And to fulfill commandments. To remind the commandments to yourself. Делать шаг, чтобы помочь себе помнить. Помнить, кем ты являешься. В Яшуа. И жить так. Таким образом. То есть, вы можете на зеркале повесить, когда утром встать. Такую бирочку. Помни, кем ты являешься, исполняя его заповеди. Или, как шма. Вы можете написать это на косяках дверей, на воротах. Заповедь Мезузы помогает нам вспомнить. Кто думает, что на дверь хорошо Мезузу вешать? Это как инструмент для напоминания. Как вы думаете, требует ли от нас Бог носить кисти на краях одежды? Нет. Но цицид одевать это хорошо. Хорошо иногда одевать талит. Древние рисунки отцов церкви показывают, что они носили цицид. Также это относится к филактериям или хранилищам, которые одевают на лоб и на руку. Я не думаю, что Бог буквально думал, что необходимо на голову одеть на лоб и на руку. Но это означает, чтобы вложить заповеди Божьи в твой разум и исполнять своими руками. Это напоминает. Мы записываем иногда себе на руке что-нибудь. Мы записываем это на руке и записываем на лбу. Я знаю, что некоторые люди себе записывают на руке. Кто это делает? В молодежь это в шпаргалке пишут. Интересно, что антихрист будет свои печати ставить на лоб и на руку. Это очень похоже. То есть, это намеренно в тексте здесь это сходство изображено. Ну, давайте больше поговорим. Давайте перейдем к закону о десятинах. Кроме первых плодов есть закон о десятинах. И некоторые, вот эти все отрывки о десятинах в Торе трудно согласовать. Таким образом, в 18 главе чисел 20 стих Бог говорит «Подин, once again, chapter and verse 18, verse 21 Число 18, 20 стих написано «И сказал Господь Аарону «В земле их не будешь иметь удела и части не будет тебе между ними, я часть твоя и удел твой среди сынов израилевых». А сынам Левия, вот «Я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания». 25 стих «И сказал Господь Моисею, говоря «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины». И вменено будет вам в это возношение ваше, как хлеб с гумной, как взятая стачила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов израилевых, и будете давать из них возношение Господне Арону и священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого». Итак, в Древнем Израиле вот народ Израилев. И мы читаем, что весь народ — это царство священников. весь народ — священство. Все священство оно связано с храмом. Весь народ участвует в храмовом служении. Но некоторые в храме делают больше других. Все израильтяне ходят в храме иногда и участвуют там. Но они ходят не за свои грехи, но это часть их священнических обязанностей. Но есть группа людей, которые служат в храме, ее называют левиты. израильтяне израильтяне отдают 10% своих доходов для поддержки левитов. Поскольку общество сельскохозяйственное, для большей части 10% всей экономики, если вы не вовлечены в работу, в работу, у вас нет своей фермы, то вы много дать не можете. Левиты отдавали 10% священникам, которые были потомками Аарона. И вся эта десятина помогала поддерживать храмовую структуру. Просто никаких проблем. Легко понять. Кроме есть другие отрывки. Второзаконие. Глава вероятно 14 22 стих. Здесь есть отличия. Слушайте. Возможно, эти изменения здесь Возможно, когда они вошли в землю Израилеву, то Моисей кое-что добавил. 22 стих. Отделяй десятину от всех произведений семян твоих, которые приходят в поле твоего ежегодно. Хорошо. Хорошо. Все следят за Мной. И ешь перед Господом Богом твоим на том месте, который изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. А тут похоже, что действительно вообще к левитам не попадает. потом ты берешь, отделяешь 10% от твоего урожая и идешь в храм и это все съедаешь. Как это возможно? Ты же этого все съесть не сможешь. За один праздник ты должен съесть десятую часть всего своего урожая? Ну, что-то не так. Что же здесь происходит? когда израильтяне приносят свой урожай и еду в храм, это идет к священникам, левитам и священникам. кроме когда они получали левитые священники десятину, они съедали часть этого насколько могли. Понимаете? То есть я собираю все свои стадои урожай. Даю десятину левитам и священникам. Понимаете? Но мне же нужно что-то кушать, когда я там в храме. Что кушать? Я съедаю часть этой десятины. Ну, может, небольшую часть. Но я участвую в общении со священниками через десятину. 10%, потому что они съедали что-то. Может, они дали 9,8%. Возможно, они отдавали левитам и священникам 9,8%, потому что им нужно было тоже кушать во время пребывания в храме. Нужно понимать это. Кто понял это? Все поняли? Если кто-то не понял, поднимите руку. Мы еще сюда не добрались. Давайте пойдем дальше. Давайте посмотрим вот на что. стих 28. По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих тот год и клади сие в жилищах твоих. и пусть придет левит, ибо нет ему части удела с тобой. И пришелец и сирота и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословить тебя Господь Бог во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Ага, еще одна часть этой системы. Два года вы носите это в Иерусалим, а один год вы приносите это в свой город, город или деревня. Потом вы складываете это все в хранилище, поместное похранилище. А кто кушает в поместном хранилище? Левиты в этом городе едят. Но большая часть этого отдается пришельцу, сироте, вдове и нуждающемуся. Все следят за моей мыслью. 26-я глава. Дютеронами. 26-я глава второзакония. 12-й стих. когда ты отделяешь все десятины произведений земли твоей в третий год десятин и отдашь левиту пришельцу сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. хорошо. Поймите. Два года десятина идет полностью левитам и священникам. третий год третий год идет левитам и нуждающимся. вы следите за мной. Каков взгляд церкви на это? Очень интересный. И протестанты и католики. Кто-нибудь знает, как православная церковь смотрит на это? I probably know. Просто после того, как Дэн Джастер объяснит, как протестанты и католики на это смотрят, ему будет интересно, как смотрят на это православные. Здесь есть принцип. «Вы не даете в Новом Завете меньше, чем в Завете Моисея». И что же здесь есть? Есть тело верующих, церковь, священство всех верующих. потом есть служители, сотрудники, служители полновременные, рукоположенные, диаконы, священники или служители или пастора, и идея в том, что каждый дает 10% своего дохода и они это упростили, просто 10%, чтобы поддерживать работу служения. потому что нет четкого разделения между левитами и священниками. 10% дают на работу служения и руководители берут часть десятины, на часть из нее не живут, часть используют на поддержку бедных и нуждающихся. В большинстве стран, поскольку там церкви государственные, например, в Шотландии пресвитеранская церковь является государственной. В Украине государственная является православная церковь. В Германии и в Скандинавии лютеранская церковь является государственной. Во Франции католическая церковь является государственной. И гражданское правительство закон о десятине. Он находится в силе, утверждает его. Предполагается, что все являются христианами, так как это было 150 лет назад. И, соответственно, вы должны давать десятину. Это налог. Это система государственной церкви, где налоги собираются. Правильно? Но для меня это является большой проблемой, потому что я верю в отделение института церкви от института государства. В харизматическом мире есть сейчас много церквей и есть отделение церкви от государства. Но идея в том состоит, что по-прежнему существует эта система, где добровольно поддерживается служение и поддерживается церковь. все виды церквей учат, что десятина — это принцип поддержки служения, а служение, оно должно потом давать деньги и нуждающимся, и бедным. Десятина, она должна поддерживать живущих для служения и заботиться о нуждающихся. И этот принцип, он продолжает действовать в Новом Завете. Проблема в чем? В Новом Завете мы не можем это доказать. Потому что Новый Завет никогда ясно или недвусмыльственно не говорит о том, чтобы мы давали десятину. Но Новый Завет и не включает в себя все из применения Моисеева закона. Община или союз общин, или движение общин. Они должны прийти перед Лицом Божьим и спросить Господи, как Ты хочешь, чтобы мы это применяли? Ты хочешь, чтобы мы это приняли добровольно? Принцип десятины как часть нашей организации. В новоапостольской церкви некоторые из них церковь дает десятину не только по местной церкви, но они также поддерживают лидеров, которые стоят над церквями. А некоторые эту идею не приняли. Но, вы знаете, мой опыт говорит, движение, в которых десятина собирается, когда люди в себя посвятили, люди посвятили себя, скажем, очень ясно определили, что они это будут делать. Я знаю, что по моему опыту такие церкви, они сильнее. То есть, могу ли я сказать, что это ясное в Заповедном Завете? Нет. Должны ли мы в новом Завете давать меньше, чем мы давали во времена Моисея? Давать меньше, чем во времена Моисея было бы странно. И доверять свои деньги лидерам, которым вы подчиняетесь, как было это в Древнем Израиле, выглядит нормальным. это более выглядит нормально, чем если бы вы просто выбрали отдавать, куда вы хотите. Идея, которая приходит, что если вы хотите дать это вне структуры, в структуре вашего лидерства, вы можете давать, жертвовать вне этой структуры, куда хотите. То есть, это тип галактического рассуждения в церкви. Я знаю, что в Руссен-Ортодоке люди учатся для того, чтобы дать обязательства. Это правило. Если человек committed к Руссен-Ортодоке, они учатся для того, чтобы дать. Это, что я знаю, учатся. Учатся. То есть, я знаю, что в православной церкви священники учат десятину давать, но я предполагаю, что ее дают скорее люди, которые являются членами общины православной. То есть, это, в принципе, небольшое количество посвященных. А те, которые просто приходят, может быть, более-менее регулярно в церковь, но приходят, они могут просто об этом даже не знать. То есть, они могут скорее жертвовать. Ну, это минимум тот, который я знаю. Я даже купил себе книгу, называется «Десятина». Это книга одного православного батюшки. И вот он в этой книге конкретно пишет о том, что протестантский мир находится в глубоком заблуждении. Он считает, что «Десятина» — это в Новом Завете это не Божий принцип по причине того, что взгляд православной церкви на вероисповедание и на принадлежность к той или иной деминации определяет определяет тем, что мы все христиане, но которые делятся на прихожан, мирян и тех, кто находится в служении. Так вот, в большей степени в православном мире или в православной церкви упор стоит на пожертвовании. Именно подчеркивается только пожертвования. Почему? Потому что то, о чем говорил Дэн, нигде нет четкого определения того, что Новый Завет поддерживает идею Десятины, то есть четко определенного. И они, ссылаясь на это, говорят о том, что протестантские движения, они занимаются вымогательством. Они так и пишут, что это вымогательство, что это не Божий принцип. Валера, мы не будем дискутировать, потому что дадим возможность поговорить. Ты знаешь вымогательство как по-английски? Вот я уже почти нашел. Это Даниил сказал, что нечто повторяется, когда что-то повторяется в Новом Завете, то очень легко, но поскольку в Новом Завете это повторялось, это не значит, что это не считалось. То есть если в Новом Завете об этом в Новом Завете не говорится, что вы не можете вступать в брак с вашей сестрой, но это не значит, что вы можете сказать, что все, я могу с моей сестрой вступать в брак теперь. Не правда ли? Но в Новом Завете также не написано «Не вступай в брак с твоим братом». Здесь это не значит, что нам не нужно применять закон о десятине. Но я не верю, что закон о десятине или учение о десятине это вымогательство. Если вы являетесь частью церкви и вы пришли к соглашению, что десятина это вполне оправданный образ жизни, и у вас есть правило такое в общине, которое включает то есть это стандарт для членов, которые преследуют высшую цель, то группа может принять решение верующих. Мы являемся новозаветными верующими и мы хотим делать больше, чем в Танахе. И как минимум верой мы все выбираем давать десятину. и это хорошее дело. Это что, требуется? Могу ли я доказать, что это требование? Нет. Но это скажем так вполне разумное применение. Вопрос десятины что когда ты даешь десятую часть, это символично. То есть одна десятая она символична. Это значит, что все принадлежит к Богу, но ты отдаешь ему часть. Вопросы есть? Есть. Руслан говорит, что сейчас в харизматических церквях популярно учение о духовных законах. И харизматические учителя говорят, что десятина это духовный закон. Как и для верующих, и для неверующих. Как Дэн Джастер относится к такой точке зрения. In charismatic churches now is a quite popular teaching about the spiritual laws. And according to that law, that teachings, tithe or tithing, it's a spiritual law which is the same working as for believers and even for not believers if they are tithing. So what is your opinion? What is your view on such view? Десятина и причина десятины. То есть десятина она еще до Моисея была. Авраам дал десятину Мелхиседеку. Яков обещал Богу давать десятину от всех своих доходов. И тогда священства не было, поэтому мы не знаем кому Яков давал десятину, может бедным. Мы здесь видим принцип, который выходит за рамки Моисеева закона. это вполне оправданное учение. Но я думаю, что оно не работает, если ты не упражняешься в вере. Ты должен употреблять веру в данном случае. Я даю десятину уже лет тридцать. Я думаю, что это чудесно делать. Вопросы есть? 100 лет назад в Одессе была мессианская община, которую организовал Леон Розенберг. Я читал книгу о нем. Там написано, что пастор Леон не практиковал в своей общине ветхозаветные обычаи десятин. Практиковалась система пожертвований. И мой вопрос брату Даниэл. Если, например, в общине нет десятин, а, например, служитель и пастор призывает верующих братьев и сестр жертвовать из любви и поверения, ну и так дальше. Ваш взгляд, как, допустим, в таком случае правильно преподнести учение для членов церкви? тихо, 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 Я думаю, что я уже сказал, довольно ясно, что здесь есть принцип, который мы можем применить в Новом Завете, он вполне оправдан. Мы подходим к Новому Завету так, мы ищем принципы, которые мы можем применить. Но уровень, степень, это не на таком уровне заповедано, как в остальных писаниях. Поскольку Древнему Израилю была дана целая система, то не настолько прямо, как остальные вечные законы. Когда Бог говорит, когда Он говорит, я Господь, то эта заповедь, она является абсолютной. Но если вы посмотрите, для чего нужна была десятина, и вы посмотрите, для чего нужно было служение, и затем вы обратите внимание на тот факт, что Авраам и Иаков давали десятину, то для меня становится вполне оправданным применение десятины в Новом Завете. Но поскольку там нет абсолютной ясности, я думаю, что группы, которые этого, например, не делают, что они грешат. Но я могу, не могу представить себе, что Божьи люди на поддержку служения будут давать меньше, на все, учитывая все те преимущества Нового Завета, нашей веры, обещание, что Бог нас будет обеспечивать. Как мы можем давать меньше, чем Бог требует в Танахе? Мой вопрос вот такой. Пожалуйста, вопрос. То есть, получается, что как бы само давание десятины, оно не является прямой заповедью, и когда проповедники учат, допустим, в церквях каких-то учат о том, что если ты не даешь десятины, ты находишься под проклятием, и ты конкретно в проклятии, и из-за этого приходят бесы в твою жизнь, коверкают, из-за этого болеют все, и так дальше, то это является формой манипуляции, фактически. Я думаю, что если вы заходите настолько далеко, то это значит, что вы зашли достаточно далеко. Я бы вот... Вот насколько я учу. Если вы не щедры в даянии Богу, то вы таким образом закрываете Божью щедрость к вам. Если вы не щедро не жертвуете на служение, если вы щедро не жертвуете нуждающимся, то вы закрываете Божью щедрость к вам. Это не проклятие, но просто благословение, меньше. Ну, если вы часть группы, которая выбрала, что она соглашается давать десятины, то вы можете принять решение и сказать, «я буду частью этой группы», то в Новом Завете очень четко учатся, что вы пожнете то, что посеяли. Павел говорит в 1 Коринфянам 9, что если вы щедро даете, то вы щедро пожнете. И это абсолютно. Абсолютно. Если я жертвую, скажем так, вообще много, я даю 50% своей зарплаты, но я даю ее мимо общины, или, скажем, той группы, в которой я нахожусь, не является ли это исполнением, вот именно вот этого, ну, является ли это постановлением, или я должен все равно давать непосредственно в эту группу, то есть, ну, то есть, уловил, да, момент? So, if, for example, I'm offering 50% of my salary, but not directly in the church or group of believers I belong to, somewhere else, needy, for example, is, can we count, правильно считать это? Можно ли это считать исполнением того, что я, как бы, я правильный перед Богом? Can I count that as a fulfillment of my righteousness before God? Or obligations before God? This is very important. Очень важно. Если ты становишься частью общины, состоящей в Завете, то ты принимаешь решение верить в лидерство, что Бог работает посредством них в служении и в служении нуждающимся тоже. Первое даяние должно выдаваться в общину. То есть, для меня не требует слишком много... Иди в ту группу, в которой ты достаточно доверяешь, и давай деньги туда. Но если ты не доверяешь этой группе верующих, не давай туда денег. Если ты им не веришь, то и денег им не давай. Если ты веришь в ортодоксальной церкви, давай деньги туда. Веришь в мессианскую общину, давай деньги туда. Если ты хочешь дать больше денег, ну, на другие вещи. Сверх вашего основного даяния. Сорок, тридцать процентов. Давай туда, куда ведет тебя Дух Божий. Без проблем. Но твое первое посвящение — это поддерживать служение той части общины, которой ты являешься. Но это не значит, что ты можешь давать... Ты можешь давать сверх этого. Way beyond. То есть ты можешь давать сверх этого куда-то. Если ты хочешь давать другим кому-то, то ты свободен. Пан? Мы в Израиле эти деньги хорошо потратим. Ответ тебе устраивает? Юра has a connected question. Для меня является очень странным член, который дает большую часть своих денег. предположим, человек дает 10%. И он дает только 1% общины членом которой он является. Это очень странно. И затем есть человек, который дает 10% своей общины. и 10% за пределами общины и другим служениям. И это чудесно. Я рассуждаю так, что вы должны давать в первую очередь общине, в которой вы принадлежите. Хорошо? Что вы думаете? Это правильно? Я имею в виду вопроса. Согласно тому, что говорил брат Дэниел, каждая третья десятина шла не на храм, а шла в местное хранилище. Можем ли мы провести такую параллель, что каждая наша третья десятина может идти не в общину, а на поддержку какого-то служения? You have told that each third tithing, each third year, goes to, not to the temple, but to the local storage. или the Levites. So can we draw the principle of giving each third tithe not to the congregation, but to the ministry? Это сложный вопрос, потому что нет такой же структуры общества. И вот еще один вопрос. Из-за того, что вы платите налоги, и налоги идут к гражданскому обществу, и они платят бедным. В законодательстве Израиля ваша десятина обеспечивала эти вещи, содержание бедных, а сейчас вы поддерживаете эти вещи, давая, платя налоги. И вот еще одно. Когда вы посылали в храм, то вы посылали далеко. А когда вы даете в местное хранилище, вы даете левитам, которые живут там. То есть лучшее применение может быть, что часть десятины должна идти на поддержку общего служения, может быть, всемирного, которое над вашей общиной. Тяжело в точности применить это. Это выше основного принципа десятины. Детали очень сложны. Кстати, есть на Западе очень плохое учение, что каждый верующий имеет право быть богатым. И то, как вы богатеете, это щедро давая. Хотите быть богатым? Давайте на мое служение. Это ужасное учение. Библия учит нас. Не о праве быть богатым, но обещание обильного обеспечения. Если ты доверяешь Богу и щедро даешь, Бог обеспечит то, в чем ты нуждаешься, к чему бы Он тебя не призвал. Тебе нужен миллион долларов для Его призвания? Тогда Он даст тебе миллион долларов. Тебе нужна сотня? Он даст тебе сотни. Каково твое призвание? Какова твоя нужда? Он обильно обеспечит ее. Но нет обещания в Новом Завете, что все верующие будут богатыми, будут ездить на Мерседесах. Это очень обольстительное, обманывающее учение. А люди умные. Мой вопрос таков. Я хотел бы уточнить, как его мнение относительно десятины, которая давалась в период Танаха. Была ли это строго определяемая десятина или это была приблизительная десятина? Потому что это была сельскохозяйственная страна и до зернышка просчитать практически невозможно. И до плода. Поэтому я бы хотел уточнить этот вопрос. The question, because Israel was agricultural country, how tithe was defined? It was strictly defined amount of, for example, fruits or vegetables or wheat because it was flocks, animals, it could be easier to count. But for example, amount of wheat or something which was not easy to count. It had to be strictly counted как будет приблизительно? Roughly. Один из методов это был разделить свое поле. Десятая часть поля приносила десятину. I don't think they had to weigh everything. Maybe they did. But they could have done it by weight. Ну, они могли взвешивать. So both are possible. The text doesn't say. But those were the two ways. Ну, могло быть и просто отделяя десятую часть поля и просто отделяя десятую часть. And of course, because in a non-agricultural society, when you're not agriculture, we can't be a social society. Then the way this is done is through money. You just... We can't be a money. And that's already in the text. And that's already in the text. You're allowed to sell your stuff and bring money. And that's in the text. And that's in the text. Понятно? How do you understand Matthew 23, 10, 23, where Jesus says, you had to do this and do not leave that. Right. He said, you tie the mint, rumen and dill. These are small spices. То есть, это были специи из их огорода. And this you should have done. Он говорит, ну, вам это необходимо было делать, потому что было заповедь. But you neglect the weightier parts of the law. Но он говорит, что они пренебрегли более значимыми частями закона. So, Yeshua endorses the tithing law there. Endorses. Endorses. Confirms. Yes, it's a tithing law. Yeshua подтверждает закон о десятине. Do you think that he means that it's necessary to do it still now? No, no, no. He's talking about the system he was in, where the people were doing it. They had the temple and the priesthood. Он говорит о храмовой системе, в которой он жил тогда, потому что люди это несли в храм. Но, с другой стороны, вы можете это принимать? Молитесь, и Бог вам покажет. Говори, говори, говори. И вы говорили, как принцип применения 10%, я имею в виду, в Новом Завете, это как не 100% 10%, а как принцип зависимости от отношений к Богу, как бы от степени посвящения. Ну, Данил Семенович немножко опередил. Это можно считать как минимум 10%, можно больше. как бы от усердия там в Ветхом Завете было такое как бы принимать. И... ну да, это... что это не обязательно точно 10%, это может быть больше, либо меньше. вопрос в том, что это не... это в Новом Завете как принцип просто отношений с Богом. Это не 100%, именно то четко 10%. Это просто что давать, но, а ты как бы от отношений с Богом выбираешь сколько... Он сказал 23 раза уже. Ты молишься, и Бог тебе показывает. So, he asked, it's a principle to give, we have strictly to give in the New Testament. I answered him, Dan 23 times says that you pray and the Lord shows you how applies this principle in your New Testament working with God. Каждый молится, ищет водительство Святого Духа, и ты говоришь, Господь, ты хочешь, чтобы я это принял как принцип, но... Но если вы состоите, вы находитесь членом общины, являетесь, и община собралась вместе и договорилась, как бы заключила завет давать десятину. И если вы являетесь частью этой общины, то вам это необходимо делать. Это можно сказать, что это не... Я бы сказал, лучше так. Принимая во внимание все учение о благости Божьей в Новом Завете и о даянии, было бы, ну, скажем, это было бы не совсем правильным давать меньше десятины. И во-вторых, было бы неправильным не давать, ну, скажем, в первую очередь не поддерживать ту общину, частью которой вы являетесь. вот мой взгляд. Я бы сказал, благочестивые учителя, которые учат о десятине, вы едете в беднейшую нацию мира, и там учат людей давать десятину. то есть они едут учителя к мексиканцам, которые живут на свалках, и они дают десятину в там что-то, что они на мусорнике нашли верой. и вы видите, как Бог этих людей сверхъестественно извлекает из нищеты. Это происходит. То есть в этом что-то есть? мы должны Пожалуйста, пусть брат Дэня ответит на такой вопрос. Его личное мнение. Например, человека бы осуществили стиральной машиной, микроволновой печкой или, допустим, автомобилем. То есть тем, что нельзя разделить на части. Скажите, пожалуйста, если человек принял для себя решение четко, я даю десятую часть из всех своих доходов. Должен ли он оценить машину и десятую часть отделить в финансовом выражении? Или какую-то вещь другую? Я не думаю, что это закон, что если вам подарили стиральную машину, вы должны отдавать часть от нее. Тем не менее, если вам дали дар, и вы благодарны, вы можете отблагодарить Бога, дав ему просто какой-то подарок в другой момент. Короче, это вопрос молитвы. Вы просто молитесь, Бог вам показывает. Если вы продали машину, вы можете подумать о том, чтобы Богу дать дар. Ты даешь от дохода. А, то есть, если твое богатство увеличилось, то и твоя десятина больше. Давай. Есть такое слово, чти Господа от всех начатков твоих. Это говорится о десятине? Это говорится о десятине или это что-то разное? Начаток и десятина? То есть, это не одно и то же. Это дополнение к десятине. So, it's not the same. Первые плоды. Это, например, первое животное, рожденное. Первый урожай в четвертый год с плодового дерева. И это в дополнение к десятине. Хорошо. Завершение. 28 глава Второзакония. Говорится, что если мы ходим в завете послушания, у нас будут чудесные благословения. Но если мы ходим в завете непослушания, у нас будут ужасные боли и страдания. Будут проклятия. Чудесное благословение за послушание. Ужасное страдание за непослушание. Учит ли об этом Новый Завет? Да. В седьмой главе Матфея. Ешуа говорит вот что. Он говорит, что «Всякий, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, пошел дождь, разлились реки, подули ветра и стремились на дом тут, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, пошел дождь, разлились реки, подули ветра и налегли на дом тут, и он упал, и было падение его великое». Дом — это ваша жизнь. Если ваша жизнь, вы хотите, чтобы она утвердилась на благословении Божьем, то вы должны жить жизнью послушания. И если вы не живете в законе послушания, то ваша жизнь, она разрушится. Благословение и проклятие, оно также действует в Новом Завете, как во времена Моисея. Но вы находитесь сейчас в лучшем Завете, с лучшими обетованиями, с большей способностью, с Духом Святым. И мы вспомним заключение слова Иешуа, прежде его вознесение, которое он произнес. «Научите все народы, делайте учеников из всех народов, погружая их во имя Отца, Сына и Духа Святого, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И я с вами во все дни, до конца века». Аминь. И Иешуа говорит, что учение Моисея, чтобы научить, и мы должны ему послушаться. Но оно применимо в Новом Завете, как Иешуа. Но в Новом Завете учение Моисея применяется так, как учил этому Иешуа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok